Хорошо. Добрый всем вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков книги Равкука у Рота Чува. Сегодня я хочу провести урок ради возвышения души моих родственников, которые погибли в эти дни, в начале катастрофы. Это четвертого ава Беньямин бен Давид, мой прадедушка, восьмого ава Рухель Бат Хаим и Шейла Бат Беньюль. Я хочу начать немножко с другого, потому что у меня сегодня было какое-то новое понимание, и вам придется его слушать до начала нашей темы по поводу нашей прошлой темы, по поводу Тора и науки. До моего понимания я хочу сперва предварительно представить мнение Равшерки, с которым я, конечно, согласен. Вопрос. Можем ли мы найти Бога из того, что мы видим вокруг нас в Творении? Это к нам вопрос? Да. Ну, наверное, человек, созерцая природу, может увидеть в ней божественность, почувствовать, как-то понять. Но, видимо, это будет уровень, который называется Элуки. Отлично. Это хорошо. Но уровень Элуки, Элуим, это не личностное, как бы. Правильно? Это природа. Это как бы вот... Хорошо. Хорошо. Есть еще ответы? Есть какие-то еще мнения? Кто-то считает по-другому? Ну, я могу по-другому сказать. Слушайте, по-другому. Попробуй. Что мы можем наблюдать, скажем, каким образом Всевышний проявляется в жизни общества человеческого. И это уже не будет уровень Элуки. То есть мы можем найти Всевышнего, так же, как личностное Ютки и Вавки через жизнь общества. То есть мы... Через историю, да. Через историю. То есть мы таки, да, можем... Что такое история? Какая история? Вот и человеческая, иврейская, с пятикнижием, с Танахом, без... С Танахом, с пятикнижием... Но на самом деле, нет, смотрите, Танах пятикнижием дает нам вектор, видимо, направление, в котором искать. А в принципе, ну, как бы, человек, который хорошо знаком с этой концепцией, он может в общечеловеческой истории тоже найти Всевышнего. Отлично. А без Танаха? А без евреев? Без Танаха и без евреев? Ну, честно говоря, мне кажется, что будет сложно. Мне кажется, что не получится. Круто. Большое спасибо, Шерен. Круто. На это я не рассчитывал, но... Я вам говорил, что вам нужно преподавать Раф-Куха, а вам нужно преподавать Раф-Куха. Слушайте, просто Хэш-Гаха Протит меня сегодня, моя подруга убеждала в чем-то подобном. Ну, подумаю. Итак, Раф-Шерки утверждают, что из нашего мира, изнутри, невозможно увидеть Бога. Без предварительного знания о том, что Бог есть, без того, что мне изначально не сказали. Вот тут есть Бог, Он создал мир, Он открылся людям, Он отдал Тору. Мне мы можем, как бы наоборот, природа говорит сама по себе, никакого Бога нет. После того, как у нас есть природное знание о Боге, мы же можем в природе найти Бога Митсурия Хзайлонка, из плоти своей Узрева Всевышнего и так далее. Но, соответственно, вот поэтому я сказал вам Раф-Шерки, потому что вы практически вплотную подошли к этому мнению, сказали его полностью, что без предварительного знания о откровении из этого мира Бог не находится. И тогда мы переходим уже к нашей теме Тора и наука. Как бы в чем основная точка, в чем основная точка, как бы вот этого вот, да, противоречия Торой науке, а как бы, а есть Ажгаха и нет Ажгахи, а Бог, Он управляет миром, да, все, что происходит, это под божественным надзором, как бы, управлением. А если мы сейчас скажем, как Раф-Шерки, что изнутри этого мира Бога не найти, то научным подходом, то, что мы не находим Бога, это нормально, то, что мы ожидаем, это хорошо, это как бы то, чего следовало ожидать. Проблемы не ставятся принципиально, потому что начинается спор, вот, допустим, мы говорим про эволюцию, это произошло само по себе или Бог этим управляет? Абсолютно неважно. Это происходит так, как будто это происходит само по себе. А по поводу управляет этим Богом или нет, у нас внутри иудаизма есть очень хороший спор. По поводу Ажгаха, протидель Ажгаха, клалит. Хасидут, Баальшемту, Хидеш обновил нам, что Всевышний управляет на уровне того, куда упадет каждый листочек, который падает с дерева. А если не ошибаюсь, Рамбаан говорит о том, что Ажгаха наклалит. Всевышний занимается листочками, он занимается общими видами. Вот чтобы рыба осталась на земле, да, вот это важно. А куда какая-то рыбка плывет, это абсолютно не важно. Окей? А теперь мой личный хирург. Если мы вот сталкиваем вторую науку вот в этом вопросе, а управляет ли Всевышний, развитие, допустим, дарвинских видов, оно произошло под управлением божественной волей или само по себе? То здесь у меня появилось сегодня вот такое тоже мое новое понимание, которое на самом деле совсем старое. Просто я как бы вот недавно читал, повторял тут, в Равкуке, но Равкук пишет абсолютно стандартные вещи здесь, абсолютно классические. Но я их просто, видимо, понял. Что говорит Равкук? Ну, как бы это стандарт, классика, это, по-моему, даже переписано Трамбова. Что все положительное, что мы говорим о Боге, это не по-настоящему. Это по-нарожку. Это чтобы мы не подумали отрицательно. Но на самом деле отрицательно-то выше положительного. Что мы имеем в виду? Но имеем в виду, что когда мы говорим, что Всевышний, Он жив, это ерунда. Никакой Он не жив. Просто чтобы мы не подумали, что Он мертв, мы говорим, что Он жив. Мы говорим, что Он есть, чтобы мы не подумали, что Его нет. Мы говорим, что Он запланировал что-то, чтобы мы не подумали, что это происходит все случайно. Но и то, и другое к Всевышнему не относится вообще никак. Раф Кук над этим строит второй этаж. Нам важно сказать, что Всевышний, как Раф Шерке говорит, из педагогических соображений, что Всевышний он мудр, что Всевышний он жив, что Всевышний он есть. Но Раф Кук здесь сразу приходит и добавляет, да, это нам важно, но по-нормальному мы над этим положительным утверждением сразу же ставим отрицательную, которая выше. Мы говорим, что Всевышний, конечно, он жив, но на самом-то деле никакой он не жив, он гораздо выше этого. Он не наше понимание жив, он очень далеко от этого, гораздо выше. Мы сразу над нашим положительным пониманием чего-то ставим отрицательное, более высокое. Положительное пришло, чтобы отрицать отрицательное понимание, которое более низкое, но оно само по себе это неправда, это ложь, это тоже ложь. Но оно для того, чтобы понять, что есть отрицательное понимание, более высокое. К чему я эту всю классику здесь как-то умным людям преподаю? Потому что я подумал, а мы говорим, что Всевышний Машгих, что Всевышний он на самом-то деле управляет миром. А мы можем нашу формулу подставить сюда же. Когда мы говорим о том, что Всевышний управляет миром, это для того, чтобы мы не подумали, что все происходит само по себе или случайно. Хорошо, поняли. А теперь давайте попытаемся построить отрицательное предложение, которое выше. Всевышний на самом-то деле не управляет миром. А гораздо более выше. А как? А тогда как? Давайте попытаемся вот это вот отрицательное утверждение о том, что Всевышний не управляет миром, которое более правильное, чем положительное, что он да управляет, приземлить к нам на землю. Хорошо? То есть, как бы, можно сказать по-простому, что Всевышний управляет там, где законы, статистики ему разрешают, как бы, скрываясь за навесочкой там, там, где ему законы природы дают протиснуться, там он это самое, и управляет природой, и дает свое это самое. Это, как бы, Траф Шарки говорит на стандарте все, да? А я подумал, на самом-то деле, да, то есть, понятно, что мы верим в чудеса, да? Есть чудеса, но Всевышний их не любит. Он их творит только, когда очень-очень нужно. Это отдельно, да? Давайте подумаем, вот так вот, я, как бы, ну, это, во-первых, это первое моё хитрость, да? Отнестись к тому, что Всевышний, как бы, управляет там, эволюцией, не по-грубому, а по-более-тонкому. Теперь, как по-более-тонкому? Давайте вот подумаем. Вот мы, как физики, да, мы, как физики, вот произошел большой взрыв. Чего мы ожидаем? Чего мы ожидаем? Грубо говоря, мы ожидаем пустую Вселенную, тихую, огромную, одинаковую, где общества ничего нет, ничего не происходит. Как это? И давайте не забывать про законы энтропии. Когда ничего не происходит, все становится, все разрушается, все становится проще. А что мы видим? Начинают зажигаться звезды. Начинают образовываться сложные галактики. У звезд начинают образовываться земли, планеты вокруг них. Мы вот так по-простому, без предвзятых мнений, мы бы этого не представляли себе. Хорошо. Проходим дальше. Прошло там X, сколько-то там миллиардов лет. Чего бы мы ожидали от земли? Мы бы никогда, конечно, не ожидали, что сама по себе зародится жизнь. Ваня, она зародилась. Хорошо. Зародится жизнь. Какой бы мы жизнь представляли себе? Учитывая, что основное противоречие тех, которые спорят с теорией эволюции, оно такое, что у нас есть сложные системы, которые мы не можем себе представить, как мы прыгнули на эту сложность. Потому что любая эволюция говорит про маленькие шажочками, буквально маленькими шажочками изменения. А мы видим очень много сложных вещей, которые мы себе с трудом представляем, как произошла сложная система. У нас очень много очень сложных систем. И это как бы основной противоречий, когда мы говорим с научным человеком по поводу теории эволюции, что как она могла сама быть, когда у нас есть сложная система. И вдруг мы смотрим, говорю, вау, мы не ожидали сложных появлений самих по себе сложных систем, но тем не менее они есть. Тем не менее, как бы природа сама смогла, как бы вот основное, кстати, развитие, ну не знаю основное, очень как бы вот серьезное продвижение в эволюционной биологии, это вот именно попытки объяснить, как сложные системы появились. И, кстати, что оказалось, что эволюция умеет делать осовами к цуит. Как это? Перепрофи, она берет какую-то штуку, которая работала для чего-то, и пихает ее в какую-то, изобретает для нее новую-новую функцию. Пытается старую какую-то педаль ставить в новую машину. И часто у нее это, иногда у нее получается, и поэтому получается сложность. Потому что действительно с нуля это не разработано, но эта ручка, она потихонечку там маленькими шажками работала в другом механизме. А потом мы уже готовенькую взяли в новый механизм, и получается у нас будет сложный механизм. Эта часть отсюда, эта часть оттуда. И, опять же, у нас сложный механизм появился. Но это как бы я сейчас на коленке что-то объясняю. Вот. Мы не ожидали бы, что у нас будет сложная система. Хорошо. Дальше. У нас есть сложная система. Хорошо. Ну, чего бы мы ожидали? Мы не ожидали бы появления морали. Теория эволюции, развитие, выживает сильнейший, наглейший, самый неморальный и так далее. У нас, так сказать, у теории эволюции два двигателя. Это выживание и размножение. И вдруг мы начинаем потихонечку видеть, что, о-па-па, взаимопомощь с животным помогает и в эволюционном смысле тоже. И какие-то зачатки морали мы встречаем уже и у животных. И начинается длинное объяснение, зачем это нужно для эволюции. Но мы бы этого не ожидали. Потом появляется человек, мораль. Приходят уже Всевышний и чего-то там дает Тору и так далее. И мы продвигаемся дальше. То есть, мы раз за разом... А теперь давайте эту всю картину объединим. И скажем, вау, какой Всевышний, Великий, что вот такую вот систему он запустил, и как дальше она классно у нас развивается. Какой у нас величия Всевышнего. Зачем нам напрямую спорить с эволюционистами, а это не может само по себе произойти. Если это происходит даже само по себе, это может нам о величии Всевышнего что-то сказать. Если Всевышний создал мир так, что только дав толчок большого взрыва, и, в общем-то, стоя со стороны, и только иногда вмешиваясь, створяя такие иные чудеса, и мы пришли к совершенно такому вот неожидаемому простому взгляду такого Вселенной, может быть, это больше нам показывает величие Всевышнего, чем вот это наше любимое спор такой, да как можно тут Всевышнего, вот самое тут вот, сидит, скомандуется в рубке управления тут, следит за каждым листочком и очень внимательно. А может быть, можно сказать, вот так, как я сейчас предложил. На этом все. Если кто-то хочет что-то заметить, пожалуйста, и мы переходим к тексту. Итак, да. Это просто вот, я не соглася немножко с тем, что я увидел у Пинхаса, но там была очень интересная все равно лекция, я советую посмотреть у Пинхаса на Фейсбуке, но вот это вот моя дгува, мое вот, как бы, на то, что я там увидел, и это как-то, мне кажется, красиво завершает наш цикл по поводу Тора и науки по раку. Итак, кто-то хочет что-то сказать? Красиво, могу только сказать. Я можно скажу? Не знаю, насколько мой домысел правильный. Нет, дело в том, что все развитие, оно очень похоже на систему сосудов. Набора падения, пересборки, и возвышение, и та же эволюция. То есть, когда что-то накапливается, ставится на грань выживания, то есть, это как бы падение. И потом пересобирается и идет вверх, выживает. Наверное, ну, мне почему-то такие ассоциации. Не знаю, насколько они верные. Отлично, отлично, Виктория, большое спасибо. Как говорится сама? Вашими густами дает пить сама, от вашего рта бы и к небу. Вы добавили то, что я забыл сказать. И именно так. Вот именно вот изучая эволюцию очень хорошо, это понимает нам понять, вот наши внутриудаизма понятия по поводу пользы зла. Обычно это понятие с большим скрипом проходит. А тут ты видишь, что без вот этих вот глобальных вымираний, когда иногда вымирают 50% видов всех полностью живых, а иногда 90%, нормальное развитие просто было бы вообще невозможно. Почему? Потому что вот всякие там люди, всякие так вот лучше всего вот такие вот с точки зрения эволюции, это виды, которые не успели приспособиться лучше всего ни к чему. И поэтому они ко всему могут приспособиться. Потому что в нормальной системе, которая устаканившаяся, лучше всего себя чувствуют люди, которые больше, ну, животные, не люди, да, существа, которые лучше всего приспособились к этим условиям. А потом, когда условия резко меняются, они все-все-все вымирают. А кто остается? Те, которые были хуже приспособлены вот именно к этим условиям. У них был зачаток, зачаток общих каких-то возможностей изменяться и приспосабливаться к новым условиям. Они были, как это, кульбойники, вот на боли на все. И так вот постоянно. То же самое со злом, допустим, вот на сегодня ведущая теория о том, откуда в клетке взялось ядро, это оказывается из вируса, которое, в общем-то, зло, да, который проник в клетку и там остался, и так у нас получилось ядро. И когда еще много-много всего, все очень-очень интересно, вот именно да, вот зло. И раз ты можешь в эволюции увидеть его очень мощную, созидательную и эволюционно-двигательную путь. А потом ты можешь сказать, а, мы же в Юдайзе про это говорили, что зло, он тоже служит добру, но это как бы со злом мы должны бороться, да, и жизнь борется со злом, мы боремся с микробами, с бактериями, да, но тем не менее у них очень мощная развивающая сила, и оно действительно нужно для добра, и это, конечно, нельзя упустить из того, что я рассказывал, это безусловная часть, и поэтому огромное спасибо, Виктория. Мне кажется, я не 100% с вами синхронизировался, но мне кажется, на 80% да. Спасибо большое, Натан. Мне приятно, что я в правильном ключе мыслю, это самое главное для меня. Значит, все. Мы закончили с моим хедушем, просто я как бы, я просто сам, я вот сегодня у меня, как это, упало, это самое, это яблоко по голове у меня сегодня стукнуло меня, поэтому я как бы, мне сложно не поделиться, поэтому я тут просто этим делом мучаю. Окей, все. Давайте переходить к нашему тексту. Сделаем как всегда. Мы его прочитаем полностью, а потом начнем разбирать. Хорошо? Посмотрим, может быть, и разбирать я начну его с конца. Посмотрим, потому что я вот его читал, когда вот, первые разы, прочитал бы сейчас, у меня появилось какое-то такое интересное ощущение, что может быть, тут есть еще что. Хорошо. Итак, текст. Наилучший и наиболее аутентичный путь Чувы, источник которого свет Торы в мире, это настойчивое изучение имущественных законов и всех законов между человеком и его ближним, которые заключены в разделе Шурхана Руха Хошен Мишпа. Нагрудник судебный. Со всем скрупулезным вниманием к тексту, со всей остротой массой, всем расширением наиболее возможностей. Это исправляет все заблуждения сердца и устанавливает высшую справедливость на верной основе и устраняет из души припонусом мнения и потерянности с помощью того, что освещает она Тора своим ясным светом дорогу к практической жизни. Однако нужно постоянно подготавливать сердце и мозг с помощью других разделов Тора и особенно мощного и широкого влияния этического и интеллектуального, которые несут капли света сокровенных идей в возвышенных постижениях божественного, дабы душа была способна хорошо прилепиться к божественной справедливости, заключенной в судебной части Торы жизни. и тогда войдет это знание как масло в ее кости, что поднятие и возвысить. У меня появилось впечатление, что вторая часть нашего отрывка она основная и она немножко спорящая с каким-то другим мнением. С каким мнением? С мнением, которое Раф нам дает в начале. И обратите внимание, если я прав, то как всегда Раф идет по своему пути мнение, которое он хочет и с ним спорить, он не ни в коем случае его не не принижает. Наоборот, он его возвышает, а только потом он с ним спорит. Кстати, о птичках. Единственное, кто смог мне объяснить идею самоуничижения, которая очень сильно распространена в Хаседуте, это именно Раф Кук тем, что сперва противоположную идею, которую я люблю, он возвысил, а потом стал объяснять идею Хаседизма, ты понимаешь, что мне болит, тогда я готов слушать и противоположно говорить. Поэтому давайте начнем читать наш отрывок второй раз до второй половины, а потом с первой. Хорошо? однако, и по моему мнению, это главное, что Раф хочет рассказать, нужно постоянно подготавливать сердце МОК с помощью других разделов и особенно мощного и широкого влияния этического и интеллектуального, которые несут капли света сокровенных идей, возвышенных постижениях божественных, дабы душа была способна хорошо прилепиться к божественной справедливости, заключенной в судебной части Торы жизни. И тогда войдет это знание как масло в ее кости, в его кости, кости человека, в ее души, чтобы поднять ее и возвысить. А если мы не будем учить это другое знание по поводу возвышенных постижений Всевышнего, или мусар, или каббала, или махшева, да, то не войдет знание законов, о которых мы говорили в начале, как масло в кости нашей души, и будет это сухо, и в конце концов может отвалиться. Этого не написано здесь, но мне кажется, что это сильно намекнуто здесь. А теперь начальное мнение, которое, мне кажется, раз немножко спорит, конечно, не отрицая его важность, наилучший и наиболее аутентичный путь шурупа, источник которого свет в мире, это настойчивое заключение имущных законов и всех законов между человеком и его ближним, которые заключены в разделе Шурхана Рух Хошин Мишпак, нужно учить законы, и особенно законы между человеком и его ближним. танцент скульпулезным вниманием тех, кто с обстрактой массой и расширенной более возможны. Это исправляет все блуждения сердца и устанавливает высшую справедливость на верной основе и устраняет из души препону сомнения и потерянности с помощью того, что освещает она Тора своим ясным светом дорогу практически жизни. Нужно и очень важно изучать законы, как не навредить ближнему своему и как его любить. Но если мы хотим влить душу в эти законы, и мы обязаны влить душу в эти законы, чтобы они в нас вошли как масло, а не по-сухому, что называется, нам нужно изучать высшие идеи, еврейская философия, познание Всевышнего, мораль. Теперь, можно и мне кажется, есть безусловно прочтение первого отрывка без того, что я сказал. Не как второй спорить с первым, а как дополняют друг другу. Очень важный путь чувы, это понять, как я веду себя среди людей, делаю хорошо и добро другим людям, и это основа чувы. Это само по себе верно. а вот то, я сказал в начале, вторым, третьим слоем где-то очень сильно скрыто, можно однако, и в конце, и тогда это войдет как масло. я немножко начал чувствовать здесь, как вот есть такой принцип у нас, и да, ты слышишь нет, ты говоришь да, 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 ты говоришь тогда нет, это нет, и вот здесь я слишком сильного как бы немножко услышал больше, чем нужно, мне кажется, есть нажим на однако вот это вот, и мне кажется, здесь чуть-чуть, ну вот чуть-чуть такой немножко спор, что как бы есть люди, которые говорят, с чем спор с таким мнением, что есть главное учить законы, а что-то там еще выучишь, выучишь, это тоже не важно, и Раф Кук во многих своих произведениях, эссе, книжках он пишет, сегодня это не работает, безусловно очень важно учить законы, если мы хотим обратиться наружу, то сегодня доллар, денежка, которая сегодня переходит из рук люди, которая ценится, это именно общие идеи, постижение божественного и так далее, и через это люди очень часто именно приходят в законы, идея о том, что законы сами по себе это самое важное или достаточное изучение, это идея, с которыми Раф спорит уже прямым текстом в очень многих местах, и просто как вот книжка, которая сейчас закончила, там это Раф говорит не один раз и очень остро в том числе, поэтому у меня сейчас появилась идея, но можно сказать, что это здесь не написано и прочитать этот текст просто, это тоже будет с моей точки зрения вполне хорошее нормальное понимание и правильно этот текст микрофон вам да, мне кажется, что это будет вполне правильное и легитимное прочтение, тем более, что Раф тоже в этой же книге уже говорил о том, насколько важно учить законы для того, чтобы сделать я сейчас не могу сказать точно, в какой главе, но я могу это найти. Мухама Шилейн, я представил два прочтения, на какое вы сказали, что это хорошо? Я сказала хорошо, на то, что обе части дополняют друг друга и что здесь нет противоречия. Вот, но с другой стороны, вот, когда вы обратили внимание на это, я сразу поняла, на что намекаете, поэтому в принципе мне тоже как-то легло вот это второе объяснение. Текст терпит оба объяснения, в общем-то, Здесь нет ну, как-то ахраа четкая, вот это так или вот так. Здесь текст терпит как бы и то, и другое. Большое спасибо, Ширея. Виктория? Ну, у меня, как всегда, оседает чем-то, ну, вот, немного другим все это вместе. Я хочу сказать, что если закон будет изучаться сухо и восприниматься сухо без морального знания основ человеческих, то он будет принудительным, он будет заставляющим. Но когда человек морально к этому готов и изучает все сферы Торы, то тогда закон действительно вот как масло войдет в кости. Он не будет принудительным, он будет естественным. И отторжения закона не будет. Отлично. Это тоже глубоко. Каким образом? Ну, там можно, да, развить мысль, что никакое правительство не бывает хорошим. Это именно потому, что законы идут вразрез с какими-то духовными ценностями. То есть автоматически оказывает сопротивление человек, когда его что-то заставляют, что-то принуждают. безусловно. 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 Одно из расширений того, что Раф сказал, это митвакеш, это просится просто. Здорово, очень хорошо, я очень доволен. По-моему, вы тоже можете преподавать уже во вкухе. Я очень доволен, я не думал про это, это очень хорошо. Я тоже у меня можно скажу, какие ассоциации, какие мысли возникли, особенно после того, как Виктория дополнила. В самом начале нашей книги, там, где говорится о разных видах цшевы, и Раф говорит, что есть цшева, которая связана с торой, то есть которая происходит именно из того, что человек изучает, понимает, как хорошо, как плохо, какая награда, какое наказание, и как бы именно останется, что есть более высокий уровень цшевы, этот цшева цехлит. То есть это когда человек движется незнанием и пониманием, как надо, не надо, и не страхом наказания и так далее, а у него есть четкая картина мира, даже я не знаю, не то, что картина мира, но вот у него есть ощущение какое-то целостное. И исходя из этого, то есть он как бы, то есть вот шва побуждается вот этой целостной картиной мира и тем, что он чувствует, что он где-то ее нарушил, в общем, что-то такое, да. То есть вот эта целостная картина мира, она, видимо, и достигается тем, что человек изучает Деврей и Муна, изучает там Мусар, Хасидут, то есть вот какие-то такие более внутренние вещи. Отлично. 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 Ну что ж, что я могу сказать? Я очень доволен. Сегодня мало, но я ужасно рад вашим всем замечаниям. Я пришел с чем-то новым для вас, а ухожу с чем-то новым от вас. Я вообще страшно рад. Большое спасибо. Сегодня мы закончим чуть-чуть раньше, но я вообще-то выхожу переполненным. Огромное спасибо всем. и на следующей неделе у нас 9 ага мы переживаем и плачем по поводу нашего разрушенного храма. И то зло, то, что мы говорили про зло в начале, то есть мы не можем говорить про пользу, которая приносит зло без того, чтобы это зло по полной не проехалось. Мы не имеем права. Только пережив разрушение храма и все катастрофы, которые были до и после, мы имеем моральное право говорить, что у зла есть положительная сторона, он тоже часть плана Всевышнего и так далее, потому что иначе это мелко и низко получается. Ты хочешь сказать, что зло имеет положительную функцию, если заплатить хорошо, и мы заплатили. И у нас пост 9 ава. Но мы помним, конечно, кроме того, что пост, что это не просто так. И у нас есть обязательство Всевышнего превратить все грустные дни в радостные дни. И Всевышний свои обязательства частично уже выполнил в наших глазах, в наши дни. И поэтому мы ждем выполнения Всевышнего также обязательств и обещаний по поводу 9 ава, чтобы прекратили поститься все посты, кроме Дня Искупления Йон-Кипура, который праздник на самом деле. Вот. И как-то если вы спрашиваете меня, то я вам скажу такую вещь. Этот пост 9 ава, мы безусловно будем поститься, и в этом году храм, конечно, отстроен не будет, но я действительно верю, что уже я, или в крайнем случае мои дети, уже своими глазами реально увидят камушки, из которых реальный храм реально построен. Вот так. На этой ноте разрешите раскланяться и распрощаться, чтобы всем нам было хорошего поста, полезного, и сейчас нам нужно немножко меньше радости, а потом больше. Всего наилучшего, до скорой встречи. До свидания, огромное спасибо, Ширель, за перевод, как всегда. Всего хорошего, Натан. До свидания. До свидания. Огромное спасибо. Легкого поста. Легкого